Привет, друзья! Опять на улице идёт дождь. Это какой-то ужас. И туман, видите, вдалеке. Даже не видно. А сегодня должно было быть в 13.48 солнечное затмение. Но мы его никак не увидим, потому что сегодня мы вообще и солнце даже не видели, мы вас за. Так что вот так. Вот такая вот ужасная картина на дворе. А я думала, всё, сегодня все дела переделаю. Угу. Ну, вроде это последний дождливый денёк, а там будут вроде бы хорошие денёчки. Даже до плюс 17. Вот это мне, конечно, не очень нравится, чтобы мой чеснок хотя бы не вылез. Вроде я всегда так хорошо угадывала с посадкой чеснока, а в этом году как-то промахнулась. Решила грибочки не замораживать, а просто пережарить саучком и поставить в холодильник. А если в пятницу приедет профессор, то мы их вместе скушаем. Достала свою фитолампу, включила, проверить, работает ли. Как-то сразу она не хотела включаться. Что-то там непонятно. Тыркала-тыркала я эти провода, но вроде бы включилась. И вроде бы горит. Но пока ещё рассаду сюда не переставила. Ну, пусть на мой вазон красиво посветит. Смотрите, отобрала себе помидорок. Может, на ужин сделаю салатик, потому что в обед я уже покушала грибной супчик. Вот, перебрала все свои помидорки. Ну, здесь ещё и зелёных много, и спереньких. Вот столько у меня осталось. Две такие миски. Я их накрываю полотенком, чтобы там было им темно. И они тут дозревают. И постепенно отбираешь сперенькие и кушаешь. Вот так красиво они у меня здесь стоят. А вот здесь в самом углу у меня стоят семена. Тут всякие баночки нужные мне, подкормочки. Я далеко это уже не стала убирать, поскольку скоро опять рассадный сезон. Ну, и правда, перебрала все пакетики с семенами. Посмотрела, что у меня тут есть, чего у меня тут нет. Что у меня там и да как. И какие у меня тут проблемки. Вот так, друзья. Тут у меня всё, красота. Ну что, пока плохая погода. Надумала я покрасить свои волосы. Не знаю, что получится. Надеюсь, вы не будете с меня смеяться. Посмотрите, какая страшненькая краска. Она такая темно-темно-синяя. Я даже не знаю, что это будет. И она, кстати, очень жидкая. Обычно же краски не растекаются. А это, наверное, будет течь прям по мне всё. Не знаю, одела старенькую маечку. Здесь её три вот таких вот штучки по 25 миллилитров. Я одну выдавила, посмотрела, что это очень мало. Поэтому все три, значит, надо делать. Всё-таки волосы у меня не короткие. И решила я не только на седые, а на все волосы. Ну, чтобы там, может, какой-то оттенок чуть-чуть появится или что-нибудь. Или какой-то блеск. Даже сама не знаю, никогда в жизни не пользовалась оттеночным шампунем. Ну, раньше какие-то продавались другие такие шампуни какие-то. Может, и пользовалась, но не из этой серии. Не из серии Ирида. Так что ждите. Друзья, посмотрите. Кошмар и мрак. Теперь не знаю, сколько мне держать. То ли 15-20 минут, то ли 30-40 минут. Седые вроде быстрее закрасятся. Вот, решила вам на свет показать больше. А то в ванне ничего не понятно. Ну, вся синяя. Не знаю, какая я буду. Как отмоется моё тело. Непонятно. Так, друзья, пришла в зал снимать занавески. Поскольку дождь так и не закончился. Так что закину занавески стирать. На улице серо, темно. Сейчас одну сниму и тогда покажу вам, какой у меня получился цвет волос. Как я раньше жила без ребёнки. Не понимаю. Со стула тянешься на цыпочках. Руки отваливаются. Стребянка это вещь. Друзья, ничего не понятно. Посмотрите. Седые. Вроде чуть-чуть порозовели как-то. Но почему-то не по фиолетовели. Ну и так на волосах вроде какой-то чуть-чуть оттенок есть. Наверное, на улице оно будет лучше видно. Так оно вообще вроде как и не видно. Непонятно. Так что никакой интересной боевой раскраски у меня не получилось прикольной. Так что вот так, друзья. Вот такой у меня цвет. Буду дальше снимать занавески. Ну что, сняла все занавески по-быстрому. Что в этом году ни мой не аморилис не твел, ни перастром. Ну может не перастром ещё зацветёт. Он как-то был одно время твел. Прямо к моему дню рождения. Посмотрите, какие окна грязнючие. Ой, какие окна грязнючие. Ой, 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 ой. Ещё сетка там москитная. Тоже грязнючая. Конечно, дожди, пыль, песок постоянно. Постоянно что-то творится. Смотрите, с улицы какие эти, как они там называются, отливы. Потому что когда был ветер, весь этот песок как подняло и трещим, так и какие-то мошки по окну лазят. Где рассада ещё нету, чтобы мошкам лазить. Ну вот этот аморилис тоже мой метеор. Ну, это окно у меня не открывающееся. Надо идти с улицы его помыть. А потом уже изнутри. Так что сейчас пойду заброшу занавески в эту самую стиралку. А потом, может, ещё и успею пару окон помыть, пока светло. Ну вот, почти темно стало. Никакие окна я, конечно, уже мыть сегодня не буду в темноте. Никто окна в темноте не моет. Надо мыть при дневном хорошем свете. Сейчас пойду пока зарку свою покормлю. Потом пока занавески. Разложу свои, чтобы не пересохли. Пока ужин себе какой-то приготовлю. Так уже будет тёмная-тёмная ночь. Вот так, друзья. А вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok